На Байкале турист, спасаясь от медведя, упал со скалы и умер. Все случилось в Забайкальском нацпарке. Двое мужчин из Иркутской области отдыхали в бухте Змеевая. Позже причалили пособирать грибы. В лесу их настиг хищник, и туристы решили спасаться в воде. К сожалению, один из них получил смертельные травмы. Его друг сейчас в больнице. По информации МЭШ, погибший – титулованный яхтсмен России. Станислав занимался парусным спортом более 30 лет. В Закаменском районе утонул 16-летний подросток. По предварительным данным, парень переходил реку вброд со своим конем, и его снесло течением. Сейчас полиция разыскивает тело подростка. Смертельное ДТП произошло в Закаменском районе. 15-летний подросток на мопеде не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии его доставили в больницу с тяжелыми травмами, где он скончался. Еще одна авария с погибшим случилась в Селингинском районе. В Кювете, в 20 километрах от Гусиноозерска, нашли тело 51-летнего мужчины. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Его ищет полиция. Всего за сутки в Бурятии произошло 24 аварии. Врач из Улан-Удэ хотела заработать на инвестициях, но вместо этого влезла в долги. 60-летней женщине позвонил якобы финансовый консультант, который и предложил доп. заработок. Условие было одно. Сначала надо внести первоначальный взнос в полмиллиона рублей. Как только женщина перевела деньги, неизвестный перестал выходить на связь. Даже в том случае, если тот или иной проект вам порекомендовали знакомые. Не устанавливайте на телефон или компьютер незнакомое приложение по просьбе бронгеров. Через приложение удаленного доступа мошенники смогут управлять вашим гаджетом. Собрать первоклассников в школу в июле стало дороже на 7%. Данами поделились в РИА Новости. Так, по их расчетам, сборы обойдутся в среднем в 32 тысячи рублей. За год стоимость одежды и обуви девочек выросла почти на 7%, а для мальчиков на 8%. Итого 28 тысяч и 23 с лишним тысячи рублей соответственно. Цена также выросла на канцелярские принадлежности, рюкзак и учебники. Кстати, в этом году в Бурятии в первый класс пойдут почти 14 тысяч детей. Лучницы из Бурятии завоевали две золотых медали чемпионата России. Соревнования проходили в Екатеринбурге. В них поучаствовали 322 лучника из 36 регионов страны. Светлана Гомбоева и Диана Ашорова заняли первые места. Также в копилке сборной республики серебро и бронза. Поздравляем наших спортсменов!